всем привет сейчас очень многие возмущаются почему так прошли выборы все как бы в ужасе все вроде шли голосовать за хорошую жизнь так сказать и тому подобное я хочу вам всем рассказать как проходят наши демократические выборы чтобы получить большинство на получить 51 процент в сейме 51 я вам хочу напомнить что за всю историю латвии не было ни одной такой партии которая могла пройти и собрать 51 процент самые лучшие времена это было по моему при затлерсе партия согласия собрала 31 процент это она осталась в оппозиции и не решала ничего это было самый популярный на тот момент партия в латвии но это даже она не могла решить ничего я напомню что такие партии как в которых крышный скажешь стакис мэриги и каринч прошлый раз кое-как собрали прошли пяти процентный барьер кое-как вообще понимаете за и проголосовала там в общей сложности там по моему я не даже не помню даже это одна партия была весы до 1 то считайте 5 процентов если это было две партии на них троих я просто не хочу вдаваться там подробно сейчас думать то это значит 10 процентов от большинства и они пришли к власти ну а дальше сами знаете что здесь происходит дальше вы сами знаете так вот что я хочу сказать как бы вы не ходили бы на эти выборы чтобы вы за кого бы вы не голосовали кто бы вам не понравился это все не имеет значения а судя по этим рейтингом я даю стопроцентную гарантию чтоб вот это все было просто уже заранее спланировано посмотрите все партии которые раньше хоть как-то проходили даже русскоязычные да они даже не собрали пяти процентов вот вы вообще сами в думы вообще верите в такое ли будут лучше русскоязычное население латвии вообще в это верить я нет по любасу они бы прошли бы пяти процентные барьеры по любому их специально убрали чтобы просто больше не было вообще поэтому ваши голоса не решает абсолютно ничего в этой стране не хочу говорить дальше за что меня могут просто я не знаю что сделать дальше делайте вы да кто вот это все решает кто вот эти вот продвигает партии и так далее и тому подобное но этот пример такой короткий ответ сложившуюся ситуацию так что как то вот так будет по-другому у нас уже больше не будет они будут все что угодно делать так что примерно такая у нас сложилась ситуация в стране и далее просто вот мнимую таскать свободу да есть возможности там что-то делать но вы сами видите что они все ухудшается и ухудшается в любой момент вас могут закрыть любой момент могут всех посадить на карантин они могут бегать с автоматами они могут делать все что хотят поэтому мое личное предложение ко всем вообще не вмешивайтесь в эту жизнь занимайтесь просто собой подстраивайтесь под эту ситуацию ну либо уезжайте я просто по-другому я просто не вижу то есть вы уже ничего не решите народ латвии не решает ничего ура патриотам далее флаг гимн и территории территорию с границами им этого достаточно понимаете а то что другое население там как бы все подорожало все плохо да это вообще никого не волнует у них управящих в мире не в латвии в мире не буду говорить эту страну который всем как бы заправляет здесь у них нету интереса чтобы вы зарабатывали жили хорошо у них просто нету этого интереса вы не интересны и вообще просто как как люди как вот население никому не интересно у них идет совершенно другие войны глобальные и так далее и тому подобное что у одних что вторых что у третьих там и так далее у каждой свои интересы а население никого не интересует более мы находимся в приграничной так сказать зоне евросоюза сами понимаете для чего все это а так ну выживите выживите не выживите не выживите так что примерно такой вот ответ я уже немножко затянул просто смысла голосовать нет все нарисованное все сто процентов уже было известно заранее также самый пабрик сказал заранее я хочу чтобы всем чтобы наша правительство работала дальше вы понимаете у них есть бабки им плевать вообще на вас будет вас молоко стоит 2 евро либо бензин 5 не хотите не ездить садись на велосипеды они даже как будто с издевка это говорят они 30 лет не сносили памятник а тут просто вот так вот вот сами подумайте кого здесь есть власть тут нету власти у людей вообще никакой берегите себя и я не знаю посмотрим что будет дальше надеюсь хуже уже не будет ну я имею ввиду прям вообще вот чтобы все это закончил будет стоить хлеб 2 евро но еще будем покупать по 2 будет молоко 3 будем по 3 будет бензин по 5 значит будет меньше есть будем больше пешком здоровее станете у меня все